Здравствуйте, мои хорошие! Сегодняшнее видео я хочу начать с цитаты на моем контейнере Каждый кузнец, сам кузнец своего счастья Вот сегодня мы будем ковать свое летнее счастье А именно пересаживать мои клематисы Особенно вот этот один Как вы помните, я вам рассказывала в одном из видео Что я осенью на распродаже купила два клематиса По очень хорошей цене Но вот понятное дело, что сейчас они уже вовсю тронулись в рост И нам надо что-то с ними делать Понянчиться Не просто так покупать на распродаже Надо приложить какие-то усилия, чтобы сохранить растения Ну вот давайте посмотрим Вот один клематис Вот этот в коричневом горшочке Вот сейчас на эти плетьи не смотрите Вот я его уже обрезала Он выглядит так достаточно уже аккуратненько Видите, у него нет больших плетей Это потому что я его обрезала И что интересно, я сделала это 10 дней тому назад И покажу вам в конце видео Что просто для интереса мне было жалко выбросить эти плети И я их воткнула в горшочки Ну думаю, посмотрю, что будет Ну вот в конце видео я вам покажу, что получилось А вот этот второй клематис Это жакмани Вот посмотрите, какой это сейчас Огромные-огромные плети То есть тоже, ну уже надо понятно с ним что-то делать И был достаточно там маленький горшочек Ну вот хочу сегодня пересадить И обрежу этот клематис Потому что ну еще столько времени ему жить дома А он вот такая уже огромная-огромная лиана Поэтому, ну вот, пожалуй, вот на таком расстоянии Я его возьму и обрежу Вот останется у меня такой Даже, наверное, можно побольше Наверное, вот так еще срежу все-таки Нет, оставлю Вот, поставлю потом палочки Ну вот так получилось Ну уже понятно, видно, что не такой он длиннющий А вот такая вот такая плеть У нас огромная осталась срезанная Но опять-таки у меня вот не поворачивается рука Просто ее выбросить Ну попробуем кое-что сделать Но сейчас нам надо пересадить Так же, как всегда, я замочила этот клематис На несколько часов в раствор фитоспорина Вот сейчас он постоял Вот так выглядит сейчас корневая система Хорошая такая мощная корневая система Все отлично Сейчас мы ее тоже присыпем корневинчиком Так ее опять немножечко потревожим Чтобы она у нас хорошо в разные стороны пошла И посадим Ну вот так все вроде не очень плохо Давайте тоже вот самые длинные Немножечко так подрежем Здесь и здесь Ну это оставлю Вот мы присыпали наши корешки корневином И поместили вот в такую обрезанную пятилитровую бутыль Другой посуды подходящей у меня не нашлось Вот хорошенечко, хорошенечко расправили все корешки в разные стороны Поставили Грунт я насыпала там торф, смесь и кокосовый субстрат Все это я перемешала с перлитом И насыпала горочкой Как бы клематис одела на эту горочку Чтобы вот корешки все разошлись ровно в разные стороны Вот теперь засыпем аккуратненько все это Земелькой Тот же самый состав И он у нас клематис нормально до высадки в грунт переживет Немножко даже корневую шеечку присыпем Придавливаем Пусть он хорошенечко там никаких воздушных пустот не останется Поэтому сейчас мы еще польем сверху его хорошо И все будет замечательно Расти наш красавчик Хороший Здоровенький Пусть-пусть все будет у тебя хорошо Мы будем заботиться о тебе Вот так у нас получилось Сейчас поставим палочку И закрепим ее Вот к сожалению палочку я сейчас не подготовила Не смогу вам показать Ну понятное дело что это элементарно Закрепим Дальше что хочу вам еще показать Значит вот эти плети Как я вам говорила Я уже вот 10 дней назад С вот этого клематиса Обрезала веточки И воткнула два вот таких Череночка То есть вообще ни на что не надеялась Думаю ну посмотрю что будет И вот видно сейчас да что один ну Все он практически погиб Ну пока не выбрасываю А вот этот второй очень бодренький Веселенький Корешков конечно пока я не вижу Но будем наблюдать дальше Эксперимент На то он эксперимент Чтобы посмотреть что будет дальше Вот и из этих Наших плетей которые мы нарезали Сейчас попробуем сделать Вот тоже проэкспериментировать Нарезы череночков Берем черенок Вот так Обрезаем Нижние листья Вот они прям тут сплелись даже Так Ну вот это очень конечно длинный Вряд ли что-то получится Видите Вытянулось растение Между Узли большие очень Ох как они тут все сплелись Друг с другом Не размотать Так Вот Обрезаем Ну и вот по принципу Как все сажаем Вот так надо было бы Воткнуть Но видите Какое очень длинное Между узли Даже накрыть нам тепличку Будет сделать проблематично Поэтому Это нам не подойдет Откладываем Так же как и вот этот Видите Ну посмотрим Если что-то здесь Я смогу Нарезать покороче А дальше идут уже Такие они совсем Не отревесневевшие Ну вот если только Вот эти попробовать сделать То есть Вот так Два череночка получится Ну попробую Поставлю вот так Два череночка Сейчас в корневинчик Вот эту часть Окунем Вот так И вот так Прямо так В стаканчике Окунся по тех Разместим Естественно Сверху какую-то Баночку надо будет Одеть Или бутылочку Обрезанную И Посмотрим Что будет А вдруг Проэкспериментируем Хотя Общепринятое мнение Что Укореняют клематисы В июне месяце Где-то Середина июня Начало июля Хорошо Укореняются клематисы Ну а мы проведем Эксперимент Сейчас февраль месяц Вот поставим Наши Два череночка Будем затем Одним наблюдать И посмотрим Как поведут Себя Эти два черенка Ну вот все На сегодня Вот такое было видео Пожелайте моему клематису Долгой и счастливой жизни А я желаю Мира вашему дому Подписывайтесь Ставьте пальчик вверх Если вам понравилось Это видео Всего вам хорошего Пока Пока